Шесть пострадавших, трое силовиков и двое гражданских. Таков итог столкновений возле Верховной Рады за минувшую неделю. На данный момент информации о возможных штурмах и провокациях у силовиков нет, поэтому количество полицейских сократили. 17 октября, в первый день протестов возле Верховной Рады установили палатки. И сегодня появилась информация о том, что якобы одной из них финансирует беглый экс-регионал Владимир Алинык. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Таким образом, по словам Алиныка, опять же, он поддерживает протестующих из Черкасской области. Позднее журналисты проверили эту палатку, фото, которое он опубликовал, и она оказалась пустой.